МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я в эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главные темы этого выпуска. Здравствуй, мебель, Новый год. Рязанцы становятся заложниками разорившейся фирмы. Теперь Шаманов, наш губернатор Олег Ковалев, вручил главкому ВДВ знак почетного гражданина области. Не помогло даже спецустройство. В автоаварии в Рыбновском районе погибли двое, в том числе 11-летние девочки. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Новый год пока еще не шагает по планете. Но вот Деды Морозы уже трудятся вовсю. Так, по центру Санкт-Петербурга всероссийский Дед Мороз провел целое шествие новогодней свиты. Сам начальник зимы ехал под питерским дождиком на белом кабриолете, словно загулявший кубчик или средней руки олигарх. Ну, такова, по-видимому, эстетика времени. За ним шел оркестр коллег-двойников. А на вопрос, где же зимний снег, главный морозка. Страны ответил в духе политкорректности. Дескать, приберег снежок для сочинской олимпиады. Появились среди Дедов Морозов и первые потери. Печально закончился, например, один из корпоративов в Якутске. Сотрудник одной из местных столовых, переодетый в Деда Мороза, умер вчера вечером, прямо на празднике. Собеседник агентства РИА Новости сообщил корреспондентам, что незадачливый Дед Мороз прилег отдохнуть, да и отошел в лучший мир. Увы, не дожили до Нового года участники субботней автоварии в Рыбновском районе. С подробностями Глеб Галушкин. По предварительной информации инспекторов ГИБДД, водитель Мерседеса, ехавшего в направлении Рязани, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус». От бокового удара Мерседес буквально разорвало на две части. Сидевшая сзади 11-летняя дочь водителя в детском удерживающем устройстве вылетела из салона авто в кювет. Пока не установлено, была ли пристегнута девочка ремнями безопасности или сидела в детском кресле, не пристегнутая. От полученных травм девочка, а также 25-летний пассажир Мерседеса, житель Краснодарского края, погибли на месте. Водитель Мерседеса с множественными травмами доставлен в областную клиническую больницу. В аварии также пострадали 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус», житель города Москвы и его спутница, жительница Рыбновского района. С ушибами и ссадинами они также доставлялись в областную клиническую больницу. От более тяжелых травм их спасли сработавшие подушки безопасности. Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства этой автоаварии. Пока инспекторы ГИБДД установили, что водитель Мерседеса ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Есть предположение, что Мерседес так называемый «сварной». То есть каркас автомобиля попросту сварен из двух разных половин машин одной марки. Разумеется, вещь эта очень ненадежная и опасная в эксплуатации. Под Новый год граждане, желая встретить праздник, чтобы значит все как у людей, желают обновить, к примеру, и обстановку в квартире. Но здесь каждого может поджидать коварная измена. Под праздники, когда люди разбрасываются последними деньгами, можно попасть в очень неприятную ситуацию. Рассказывает Оксана Тебенихина. Неприятно отличилась в нашем случае небезызвестная сеть мебельных магазинов «Диваны и кресла». Схема проще не придумаешь. Покупатель заказывает понравившуюся деталь интерьера, платит полную сумму, получает на руки договор и ждет указанной в нем даты. Но мебель до потребителя так и не доходит. А деньги, заплаченные за нее, как можно печально предположить, никто ему не вернет. Заказала я комод и готовность. То есть они должны были мне привезти мой заказ 4 декабря. 4 декабря мне позвонили и сказали, что переносится на 18 декабря. 18 мне не позвонили. Я приехала сюда, а то еще ни в чем дело. Мне сказали, что они рухнули и уехали. То есть вот такая вот ситуация. Судя по отзывам в интернете, таких как Ирина Николаевна, очень много. Сейчас все обманутые пресловутыми диванами и креслами обмениваются данными с целью подать коллективное заявление в прокуратуру. Таких, как я, много. Просто вот я пришла сюда, мне объяснили такая ситуация. А мне сказали те работники, которые там остались. Они сказали, что вы не первые. Вы приходите, значит, уточнять. Мы вам говорим номер телефона, по которому вы могли связаться и узнать. Но он не работает, он не отвечает. Сеть магазинов, дивана и кресла по всей стране закрылись одним днем. Покупатели обрывают телефоны московского отделения. Но и там никакого ответа дождаться не удается. Фирма объявила себя банкротом. Сейчас остается надеяться лишь на справедливость подслеповатой российской Фемиды. Есть и действительно праздничная информация. Рязанский губернатор Олег Ковалев на днях вручил главкому ВДВ России Владимиру Шаманову знак почетного гражданина нашей области. Разумеется, церемония вручения проходила в соответствующем десантном антуражах на базе 137-го десантного полка в ходе расширенного заседания военного совета ВДВ в Рязани. Начальник области еще раз напомнил, что Рязань по праву считается в нашей стране десантной столицей. Жители региона знают вас как настоящего российского офицера, защитника Отечества, чей богатый опыт, глубокие знания, крепкая военная закалка позволяют решать самые сложные задачи на посту командующего ВДВ. Напомним, Владимир Шаманов с 1976 по 1978 год был курсантом Рязанского училища ВДВ, а потом он с губернатором искренне согласился. Сам он начинал с командира взвода, затем был комбатом, возглавлял полк и, как боевые коллеги, прошел со своими бойцами многие горячие точки. Кстати, он может назвать себя и коллегой Олега Ковалева. В 2000-м Шаманов возглавил на 4 года Ульяновскую область. Теперь вот и наш, почетный. Я понимаю, что это награда не Шаманова, а авторитету тому, что сделано всеми представителями воздушно-десантных войск по развитию традиций нашей замечательной рязанской земли. При Новогодии рязанцы встречают по-разному. Больше других повезло детям. В столицу области приехал цирк «Пять континентов». Это увлекательные действия, похожие то ли на волшебную книгу о путешествиях, то ли на приключенческий фильм об удивительных встречах и событиях. На премьерном представлении была Олеся Харлина. «Спектакль в спектакле» – именно так можно назвать удивительный новогодний проект заслуженного артиста Грузии Гии Эрадзе. Название цирка «Пять континентов» лишь приоткрывает завесу тайны для маленьких и взрослых зрителей. Каждого из них вместе с юными героями Настюшей и Кирюшей ожидает увлекательное путешествие по Дикой Африке, гладиаторскому Риму, джунглям, знойной Испании и другим континентам. Почувствовать атмосферу и колорит которых помогают красочные костюмы, экзотические животные и, разумеется, мастерство артистов. «12 фур приехала в Рязань, потому что у нас очень много цветового, звукового, технического оборудования, колоссальных животных, костюмов». Зрители успевали только восторженно удивляться способностям косолапых мишек, лам, тибетских яков, белых африканских львов, зебр, носух и многих других своенравных, но очень талантливых питомцев. Дети в качестве центральных героев тоже настоящая находка режиссера. Они, как и полагается, помогают добру победить. «Мы цирковых детей называем опилочными детьми. Почему опилочные? Потому что раньше в цирке был опилочный манеж, и дети, которые рождались в цирке, они рождались как бы в опилках, и их называли опилочными детьми». «Я буду стараться чистой цветной работой». Новогодняя сказка «Игра» – это синтез жанров, объединенный единой драматургией, где буквально все – от света, музыки и декорации до финального поклона – пронизано главной задачей – показать не просто шоу, а буквально экскурсию по миру в лицах. Россия видится участникам и авторам «Морозный» и «Снежный». «Здесь очень холодно. Очень холодно». Увидеть целый мир на одном манеже можно до 12 января. Артисты с удовольствием помогут поверить в сказку и вам. «Приходите к нам до 12 января. Если вы пропустите это, вы много потеряете. Мы ждем вас». В субботу в 61-й Рязанской школе прошло необычное путешествие в волшебную страну Зубляндию. Это часть федерального волонтерского проекта «Азбука здоровых улыбок». Сопровождали учеников по белозубой стране студенты и интерна Рязанского медицинского университета. Оказывается, даже про такие прозаические малоприятные вещи, как, например, кариес, можно рассказывать увлекательно и даже с элементами приключенческого романа. И, конечно же, дело не обошлось без Деда Мороза и новогодних подарков. Школьники обрели наборы зубных паст, а также хорошую мотивацию для того, чтобы тщательно следить за состоянием собственных улыбок. На сегодня все. Хорошей всем предвогодней недели. Удачных, веселых корпоративов и плодотворной работы на следующий день. Говорят, бывает и такое. До встречи во вторник в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин